армянское общество за год с момента окончания второй карабахской войны пережила крах политических фантазий заявил вести as российский политолог директор института нового общества василий колташов очень сложно оценивать изменения в закавказье по итогам карабахской войны потому что год с момента прошествия этого события не было годом высокой мировой конъюнктуры бурного глобального экономического роста это был очень непростой год непростой период связанный в том числе из пандемии заявил колташов главным изменением за год эксперт назвал тот факт что азербайджанское общество и руководство наконец сняли со своих плеч бремя 90-х годов и стали активнее ставить вопросы экономического воздействия и развития выдвигая их на передний план не произошло того чего так боялись в армении что вместо великой армении будет возникать некий империалистический азербайджан который будет захватывать одно второе третье и территориально ширится в этом якобы будет состоять его стратегия нет стратегия азербайджана оказалась отличной логика азербайджанской политики была более рациональной она не была основана на фантазиях подчеркнул экономист по его словам второе изменение касается армянского общества который прошел болезненный крах политических фантазий идея великой армении идея возрождения древнего средневекового государства или государства античного в неких его максимальных границах эта идея все время будоражило армянское общество казалось вот распад советского союза даст такие возможности и что можно было это попытаться сделать и это и есть путь процветания армянского общества на самом деле путь к процветанию армянского общества состоит в экономической мудрости в том чтобы принимать правильные решения в экономике чтобы выстраивать отношения с соседними государствами вне зависимости от того сильно вы их любите или совсем не любите чтобы добиваться процветания своей собственной экономики время вот этих средневековых территориальных захватов в кавказском варианте прошло навсегда и нужно быть рациональным но зарождение экономической рациональности как основы международной политики идет очень тяжело в армении пояснил калташов третьим изменением он назвал шаги стран региона в направлении постепенного активного взаимодействия мирного снятия противоречий к сожалению за 30 лет не произошло и события в итоге привели к рабахской войне что несомненно печально потому что было бы гораздо умнее если бы в армении осознали что война им не выгодно и не нужно и что нужно решить этот вопрос переговорным путем сказал экономист по его словам слова мало что дали армении а сегодня именно практика взаимодействия является ключевой темой на повестке дня в странах региона и в соседних странах начинают понимать что именно практика взаимодействия находится на первом месте регион кавказа очень сложный сам по себе с точки зрения истории географии политики здесь крайне осторожно и осмотрительно надо выстраивать отношения и постараться сделать так чтобы был экономический рост чтобы быстрее шло экономическое развитие чтобы инфраструктурные проекты объединяли они разъединяли страны со временем будут решены и другие вопросы связанные с отказом от национального недоверия и понимание того что необходимо взаимодействие и что только так можно получить экономическое процветание указал российский эксперт он выразил мнение что разблокирование имеет огромное значение для практической и экономической жизни в регионе он подчеркнул что это поможет преодолеть главные тяжелые последствия развала ссср раздробленность расщепленность обособленность рынке россии турции пакистана ирана смогут получить возможность активнее обмениваться товарами что конечно будет связано с коммуникационной системой кавказского региона в баку понимают это как важную перспективу которую необходимо помогать притворять в жизнь подобная перспектива откроет новые возможности не только для азербайджана но и для самой армении для грузии нужно сделать так чтобы этот процесс пошел чтобы коммуникации были полностью разблокированы чтобы были ликвидированы угрозы новой блокировки коммуникаций чтобы можно было наращивать экономические связи товарные потоки активнее вести обмен товарами это также важно как и совместные проекты которых пока я не вижу много но которые возможны отметил колташов говоря о позиции россии в регионе он указал что москва проводит очень осторожную политику нацеленную на ликвидацию вредоносной игры лондона вашингтона брюсселя в регионе она пытается противодействовать их политики фрагментации расщепления с усилением взаимного раздражения посредством своей политики понимания и взаимосвязанного развития в этом смысле москва является прогрессивным и важным игроком в этом регионе потому что это стратегия созидания сказал экономист по его словам крайне важно чтобы все страны наладили между собой экономические отношения коммуникации были бы максимально свободны и соблюдался закон порядок в регионе не было никакого военного и политического напряжения очень хочется чтобы по итогам карабахской войны никаких воин в регионе не было чтобы все отношения были более спокойными и прежде всего деловыми резюмировал колташов